все доброе утро доброе утро здравствуйте дорогие друзья и мы продолжаем изучать мишли приближаемся к финишу я помню когда-то бежал марафон и вот уже последние когда бежишь последние километр так уже прямо с одной стороны очень уже устал а с другой стороны радость все увеличивается что ты заканчиваешь же приближаешься к окончанию и сразу же надо думать что делать дальше потому что когда ты уже достиг какую-то цель обязательно всем доброе утро обязательно надо ставить нового уже жить без цели как бы тоже вариант наверное да когда ты живешь по каким-то внешним стимулом или сиюминутным желанием но я как-то такой вариант никогда не рассматривал для себя жизни потому что мне кажется что он очень реактивный и очень хаотичный и поэтому когда я помню добежал марафон если поставил ту же какую-то другую цель еще другую цель хорошо поэтому я уже сейчас думаю какой же следующий книгу изучать пока мы все-таки у меня в больше стоит как бы два варианта есть один намного больше кстати перте вот перте вот получение отцов значит скорее всего будет это перте перте вот получение отцов значит и второй вариант у меня был песни песней пшираширин но как-то я не не знаю как не подступиться это очень сложно и так для меня непонятно да песни песней любовь каббала какие-то вещи да значит скорее всего перте вот понятно такая вот жизненная мудрость житейская мудрость психология называем мусор психология торы до психология торы то есть это то что вот как жить мне очень интересно и понятно как хочется понять вернее как правильно жить как действовать вот из-за дня в день может быть конечно было бы еще один вариант у меня есть но это такой длинный проект очень это изучать хумаж перте хумаж изучать прямо пятикнижие да с малымом то есть с комментариями малым а прямо начать вот или хотя бы книгу берешить может быть не люби решить смайл с малыма потому что он очень красиво все объясняет первая книга тора вот именно сотворение мира и так далее то есть очень интересно все вот эти вот сложные ситуации со змеем непонятная до первым человеком дерево познания добра и зла если изучить хорошо и понять первую книгу тора как сотворение мира до чего все началось то понятны будут там же очень тоже много жизненных ситуаций вся вообще первая книга торы первых не которые берешит барайлаким это шамам в это арыц когда бог создавал первого человека женщину и так далее то это как бы это корни всего мироздания то есть это это как бы вот это вот корневая система я думаю что это это проект такой серьезный но молдым там очень все объясняет каждое слово каждое отрывок каждую сложную ситуацию возможно наверное вот молдима мы будем до берешит с молдимом я думаю что вот это хорошая идея дыра хошем классная книга конечно нужно нужно и понятно но я думаю что круче всего будет вот первоисточник тору прямо тора как вот она есть как с первой буквы как вот она начинается бы решит бара я думаю что мы будем изучать хумаж с молдимом да все хорошо но еще еще подумаем чем мы посоветуемся всяком шатадиным вот женой со своей посоветуюсь в аторе надо всегда советоваться женой если есть какие-то вопросы надо посоветоваться женой да посоветуюсь и как она скажет не пад что я так сделаю но но это самое хорошо все двигаемся дальше 20 отрывок 31 главы мишли начинается с того здесь у нас идет как спецификация какой должна быть доблестная жена то есть эта спецификация важно и для мужчин и для женщин мужчины должны знать кого искать женщины должны знать что в себе развивать и обучили они тоже должны это же самое в себе развивать потому что потому что с тем поведешься туда наберешься то есть это все касается и мужчин и женщин значит в двадцатом отрывке описывая идеальную вот эту вот жену царь соломон говорит что она кап капа капа это когти струки капа парца она и и вопрос это как раскрывает ли они бедному в ядея шилха левен а всю руку она посылает и беду и тоже бедному чем отличается бедные они от бедного и виона они это тот кто обеднел тот кому не хватает бывает что человек он достаточно богатый дому чего-то сильно не хватает и это называется они как говорят в добре есть великие мудрецы они говорят лифи они удать и по бедности моего ума они начинают от своей победа символом а мне кажется так начинают величайшие умы еврейского народа начинают иногда свои комментарии да то есть он он осознает насколько это несовершенный инструмент а как начинает обычный человек он горит я на самом деле я сейчас расскажу как она все есть сейчас все расскажу как работает то есть так вот а неют это недостаток и она тот кому не достает она ему дает только как кисть руки помогает так легко она ему помогает в ядэ шилха ли и бьён и бьён это бедный у которого ничего нет который просто у него уже вообще ну вот крайняя степень бедности ему она уже помогает со всей силой и бьёну этому да то есть она в помощи она тоже как бы рассчитывает куда куда направить больше сил куда меньше сил но она именно смотрит на то что так как она сама полностью самодостаточная наполненная то ее главная как бы задача она вся устремлена на помогать то есть люди берущие и дающие так вот человеку которого позиция что мне не хватает дайте мне его всегда будет не хватать и будут обиды на других человек у которого позиция что у меня есть все что мне нужно и есть избыток и я хочу давать то у него всегда будет куда давать ему только надо определить куда дать больше куда меньше но у него никогда не будет вопроса что ему как бы некуда давать всегда есть кому помогать теперь значит и вот она к по парсале они кисть она дает бедному и руку посылает самому бедному теперь двадцать первый отрывок локера либо это мешалок но при этом она не забывает о своем доме и она говорит не боится мой дом снега теколь бы это потому что все кто в доме лавуша ним они одеты в шерстаную тепленькую одежду то есть она при этом сохраняет вот это вот есть пропорция оперте вот во второй главе рабби рабби уданаси он на задает вопрос он говорит какой путь прямой что выберет его человек и он приводит нам очень важный критерий когда ты выбираешь свой путь нужно смотреть на два параметра он говорит кончей теперь и клеосея путь который прекрасен для человека для самого себя ты должен ориентироваться прежде всего на свое внутренняя потребность в эти перед но минаадам и прекрасен со стороны других людей то есть у тебя должно быть соотношение ты не можешь делать выигрывать за счет кого-то ты не можешь проигрывать чтобы кому-то было хорошо должно быть теперь от лиосея прекрасен для того кто делает и прекрасен со стороны людей это потом через много-много лет сформулировал стивен кови как принцип коммуникации вин-вин выиграл-выиграл но рабби сказал что это вообще распространяется на выбор жизненного пути значит тебе должно быть хорошо и людям вокруг тебя должно быть хорошо интер те вот ой в мишли 21 отрывок он как раз в об этом говорит вы на такой вот как причине метафоричной форме что не боится дом ее снега потому что все одеты в шерстяные одежды то есть до этого говорилось она всем помогает но про свой дом она не забывает дальше 22 отрывок марвадим а стала марвадим это постельное белье красиво она сделала марвадим она сделала себе красивое постельное белье в доме марвадима стала шеш в аргаман левуша и одета она в шеш это шерстяная какая-то особенная ткань была в то время аргаман это красная шерстяная ткань то есть она одета вот я как себе представляю как эшет халь как то время женщины одевались примерно как час вот марокканские вот эти вот одежды такие они ну вот расшиты эти марокканские одежды как вот поселенцы сейчас одеваются в израиле такие но цветные шерстяные свободные одежды вот она себе так одела сделала такую одежду сделала себе белье постельное раньше какие были дома каменные дома значит поролона не было значит были вот эти вот из соломы из соломы сделанные такие тюфяти они вшиты в матрасы какие-то и сверху она делала более из мягкой ткани делала на них такие накидки называлась это марвадим теперь переходим к мужу переходим к мужу а что с мужем 23 отрывок но да башарим бала известен ворота города ее муж бы шеф-то им зигней арес он там сидит заседает с старейшинами земли значит объясняют комментаторы комментаторы объясняют сейчас объясняют комментаторы так что она ему создала условия чтобы он был полностью погружен в изучение мудрости он изучает мудрость торы он учится у мудрецов то есть он надо его освободила от всех домашних забот и она ему создает условия чтобы он только увеличивал мудрость торы чтобы он становился в духовном плане все более великий большой она оказывает ему всяческий почет и уважение чтобы люди вокруг видя как к нему относится жена относились к нему как минимум также и таким образом она создает условия что мужа становится известным ворота города это раньше как было как суд там заседал там заседали старейшины там заседала власть законодательная исполнительная то есть он она его двигает во власть а а сама она занимается бытовухой то что называется бытовуха дом дети питания одежда но самое главное вот она оказывает ему почет и уважение дальше переходит опять на нее царь соломон и 24 отрывок он говорит так садин оставать им кор значит садин это было тоже какая-то вид одежды раньше же вообще раньше с одеждой было тяжело не было фабричных вот этих вот всех дел раньше каждую одежду делали вручную каждую одежду в него вкладывали очень много труда и она значит делала то есть она занималась хотя и виноградники засевала она тоже но в основном она занималась одеждой ремеслом с один оставать им кор делала она эти с 1 и накидки такие и продавала их в х гордок на ляк на они и делала она также пояса какие-то красивые дизайнерские пояса и отдавала их торговцам на ней до торговец высадим в х горнат на ляк на ней и дальше идет как бы такой подводится очень важный итог как бы она выполняла огромное количество работы судя по этой по книге то есть по спецификации она была очень очень работящая то есть она с утра вставала до восхода солнца ложилась не не гасла ее свеча и 25 отрывок говорит так ос в адар левуша она ос это сила адар это великолепие она была одета то есть ее как бы состояние эмоциональное физическое и психологическое было озва адар сила и великолепие и откуда это все бралось ватисхак льи и махарон она не боялась смерти то есть ее ее духовное состояние она смеялась над последним днем то есть обычно у человека все его внутренние проблемы а все его внутренние страхи они все питаются страхом смерти и когда вот этот страх смерти подключен дальше к нему подключается страх потери страх остаться одному страх каких-то неприятностей беспокойство и так далее но она так как у нее была духовная часть это была ее основная часть то она то она значит смеялась ли и махарон смеялась она над последним днем то есть она знала что впереди у нее главная награда она находится у нее в вечном духовном мире и она совершенно спокойно знала что она туда перейдет в любой момент когда надо будет и там она уже отдохнет как есть у нас одна одна есть знакомая в израиле она из из восточных евреев по-моему они или марокканцы или из ирана из ирана они по-моему приехали в израиль и она все время в бегах бегать бегах и там моя жена спрашивает цепи и зову цепи когда ты отдохнешь а она говорит уже когда умру там там буду же отдыхать там у меня будет вообще вечный отдых а сейчас пока я здесь так много есть чего сделать можно успеть и надо успеть много чего сделать вот этот раз от из этого 25 отрывка осва даруны в ушах одета на силой и великолепие и смеется она над последним днем отсюда выходит ее постоянно внутреннее позитивное настроение она находится в позиции есть позиция жертва есть позиция сейчас битким это жертва а вторая позиция это не жертва а наоборот тот кто где делает да то есть я производитель всего в своей жизни и никто мне ну то есть я не следствие я причина всего то есть я причина всего что происходит и будет происходить и вот она находится в этой позиции пия под хобби хохма значит родство она открывает б хохма хохма это божественная мудрость так божественная мудрость то есть она изучает божественную мудрость и родство она открывает именно чтобы ее изрекать она одновременно еще тогда мудрец пия под как бы хохма в это радость и анышона это учение хеседа милосердия у нее на языке то есть она говорит мудрые вещи и говорит милосердные вещи то есть это две ее как бы 2 2 качества мудрость и милосердие значит и она открывается рот только чтобы сказать вот эти вот слова мудрости или слова милосердия софия алихот бейта она наблюдает за всем своим домом за как как ходит ее дом то есть объясняют тоже комбинаторы что она очень внимательно смотрит за развитием детей она очень внимательно смотрит за тем кто что делает значит софия это как вид сверху она наблюдает за всем этим и хлеб хлеб безделия она не кушает то есть она все время в движении все время она занята эшет хальми имса как он начал что кто найдет доблестную жену цена ее рахок мигни не микро то есть это намного реже встречается намного выше такая цена чем жемчуга значит еще раз наблюдает она заходом свое своего дома как идут дела вылаком аслу глотухей и что итог мы сегодня закончим кстати мишли причем и сегодня закончим вообще все это праздничный день осталось нам всего три отрывка кому бане ваш ру а встанут сыновья ее и будут ее прославлять встанут сыновья и будут ее прославлять бала бана и мужа будет ее прославлять тоже то есть сыновья и муж будут ее прославлять и что они будут ей говорить работ бана то сухая многих женщин сделали доблестными в от алита алькулана но ты поднялась над всеми ты поднялась над всеми вообще будут муж и тут интересно что она при этом она не публично она интроверт она внутри своего дома ее прославляют только муж и и вот именно дела конкретные она не не делает у нее не было инстаграмовая жидкая лиги она я сегодня сделала пирог посмотрите как тортик а вот я убрала а вот я то она не в инстаграме было ее прославляли только муж и сыновья то есть она это она скромная и что и дальше уже итог все книги мишли шекер ахэн говорит царь сломон обманет все что приятность до дословно обманет приятность то есть то что тебе кажется приятным приятным она потом оказывается неприятным например там еда вкусная потом она бах оказывается жиром в и так далее обманет приятность в м лаёфи и как пар красота это касается и физической красоты и всего и шая рада шем а женщина которая есть у нее трепет перед богом которая боится бога и тит алаль она будет прославляема всегда она будет прославляема вечно нула дайте ей дайте ей но это не только ей это каждому человеку миприя дея от плодов ее рук каждый человек в этом мире это мы учили в каэлите в эклизиасте что каждый человек в этом мире получает плоды своих рук при то есть каждый человек что-то выращивать своей жизни что посеешь что и пожнешь и все что мы получаем это следствие тех семян тех семян и тех действий которые мы делаем в начале это мысли поэтому говорят что мышление это корень всего вначале человек о чем-то думает всегда потом человек своими мыслями он что-то делает планируют потом делает а потом он получает урожай так дайте ей миприя дея от плодов ее рук в и аллилуа и будут прославляться башари масия в воротах ее дела значит эта фраза последняя да это последняя была фраза мишли она говорит о том что наверное поэтому эту песню поют каждую неделю на каждый шаббат во всех еврейских религиозных домах прославляя вот этих вот джон которые сумели создать свои семьи удержать свои семьи создать в семьях вот этот вот то что называется и дышкает ну то есть еврейскую среду потому что мать она является как а кэр и табайт она является основой дома и получается что если женщина создает в семье вот эти вот условия для того чтобы была тора духовности и так далее тогда эта семья она приближается к богу очень интересная вещь насколько влияет женщина на судьбы мира но очень сильно потому что она воспитывает детей она воспитывает она влияет очень сильно на мужа и значит главное качество это страх перед богом и интересно что царь салмонт закончил книгу каэлит экклезиаст последняя была тоже отрывок был такой что совдавар в конце концов а коль нишма все ясно это латим ира бога бойся митсвата в шмур заповеди его соблюдая тизе коли адам в этом весь человек то есть для мужчины главное это бога бояться заповеди соблюдать в этом весь человек в этом суть человека адам мужчина что важно для женщины шекер ахен в эвеля йофи иша ира ташем женщина боящаяся бога и тит алаль она будет прославляться нула миприя де дайте ею плодовые рук вы и алилуа и будут прославляемые в воротах ее дела то есть и суть женщины этот дом семья дети создать вот эту вот среду для дома суть мужчины это бога бойся заповеди его соблюдай в этом весь человек мужчина соблюдает заповеди женщина она создает дом и вместе это соединяется в одного цельного человека но самое главное это ира ташем страх перед богом связь богом вот эта внутренняя связь бога мы закончили изучение книги мишли вообще слава богу что удостоились пройти полностью вообще тридцать одну главу двести сорок два урока у нас получилось в итоге двести сорок два урока и прямо удивительно да слава богу видите как капелька за капелька урок за уроком закончили теперь мне нужно пропущены уроки те что я не писал я готовился но не писал нужно дописать и с божьей помощью кроша жена если все будет нормально без рада шем я планирую выпустить книгу я думаю что это двести сорок два урока это где-то двухтомник точно должен быть двухтомник и значит будет три тома уже квейлет и два тома на мишли с божьей помощью без рада шем и все я вас поздравляю кто был на всех уроках молодец кто не был можете посмотреть двести сорок два урока и с божьей помощью чтобы у нас впереди будет еще давайте мы подумаем но я думаю что будем изучать книгу бы решит с малдивом хорошо друзья все напишите свои выводы полностью о книге мишли и повторение мать учения повторение мать учения то есть тот кто учит и не повторяет тот похож на человека который сеет и не собирает урожай для того чтобы собрать урожай нужно повторить свои записи повторить то что вы изучали и с божьей помощью завтра начнем что-то новое все удачи успехов все пока поделитесь поделитесь уроков давайте распространять тору надо света распространять все удачи успехов всем горожая